Добрый день всем посетителям моего канала, случайно забредшим и постоянным подписчикам. Ребят, сейчас суббота, я собираюсь поехать на фудкорт депо. Самый большой фудкорт в Европе. Там больше 140 ресторанчиков, точек общественного питания. Все виды блюд и направлений кухни там расположены. Попытаюсь сейчас доехать от метро Партизанское до метро Менделеевское. И там на выходе, где-то 510 метров, Яндекс выдает, находится это депо на улице Лесной. Лесная, дом 20. Ну и я приеду туда и поснимаю, и что-то там покушаю. И может быть вам порекомендую туда съездить. Но я считаю, что если в Москве бывает, то надо посетить Красную площадь, ВДНХ и, наверное, депо. Потому что очень много пишут об этом месте. Я смотрел в интернете. Хочется самому побывать и посмотреть, вкусить эту атмосферу. Это бывшая травмайна. Я ехал до метро Курская. Перехожу на коричневую линию, на кольцевую, чтобы добраться до метро Менделеевское. Тут вниз, когда приезжаете на Курскую, надо на кольцевую спуститься вниз, на коричневую линию. Ну, сейчас сяду на кольцевую, на Менделеевское уже, наверное, опять включу запись и расскажу вам все. Я хожу на станцию Менделеевское. Посмотрите, какие сетирники интересные. Вот эти как-то электронные, учебники нарисованы. Сейчас буду выходить. Приехали на Новослободскую. Там с Курской я приехал на Новослободскую. Перешел, ну, поднялся на коричневую линию. Пересел, точнее, на коричневую линию. И добрался до Новослободской, а потом перешел сюда, на Менделеевскую. Сейчас поднимусь, тут указатели, улица Лесная. Вот, иду на выход. И когда подойду уже к саму фудкорту, вот, я тогда начну снимать. Так, интересно. Но, как в Новослободске я снимал, там такие витражи сказочные, интересные сделаны. Так, как вот, знаете, в русских сказках, таких волобочных. Ну, ладно, все, я поднимаю. Сейчас буду подниматься на эскалаторе. Будет снимать мне очень удобно. А может, и удобно, очень. В общем, я встал, снимая. Вот так вот, едем. Ладно. Весной 20. Прибыл на весну 20, еще раз повторяю. Сам корпус этого депо. Благодарите, какая красота. Видите, какая красота. Тут полно всяких фудкортов. Вот, програничная зона. Ну, сейчас вот пойду, посмотрю. Тут есть и рынок. Тут есть, как называется, все эти ресторанчики, маленькие магазинчики, фудкорты. И сейчас пройдем, все, весь кирпич старый, очищен от побелки. Чисто все, вот такие, знаете, промышленный дизайн. Сейчас покажу вам. Вот видите, промышленный дизайн. Старая площадка такая. Еще до революционная. Вот. Я сейчас переверну камеру и поснимаю. Я думаю, что вам понравится. Ну, вот так вот это выглядит. Здесь часов начинают наработать. Люди потихонечку подтягиваются. Ну, сейчас будем ходить, буду ходить, пробовать, что-то, 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 как. Вот, зайду в сам депо. Поснимаю. Так, ну, вот так вот. Проходим и будем, и будем что-то, что-то. Вот зашел. Стоит такой трамвай. Вот. Сейчас я так пройдусь по телефону, показываю вам. Цветы продают. Вот. Говорит, как все стилизовано. Под цветочный магазин. Все. А, пахнет-то? Пахнет вообще отлично. Ну, красота. Все. Все в одном флакон. Вот информация. Все это информация сделана в виде депо трамвая. Сейчас пройдемся. Тут печеньки и прочее сладкое не кушают. И будем смотреть кофе и какие-то суши, может быть. Ну, сейчас все поснимаем. Сейчас давайте я сейчас пройдусь общую. Так, немножечко пойду, посмотрю. Вот есть, смотрите, фрукты, овощи тут необычные. Главное, выжать могу. Тут-то в фудкорте, то есть здесь, ты заказал что-то покушать. И можешь здесь вот сесть покушать. Классно. Вот, смотри, это классно. Красивые, фрукты, овощи. Все продается. Все покупается. Здесь все организовано, все красиво. Продолжение обращает внимания, что я снимаю. Но ты понимаешь, что это реклама. Бесплатная. Мед и прочая вещь. Все необычные продукты. Сейчас я что-нибудь пойду по... По выбираю. Может быть, что-то такое перекушу и буду снимать. Все, давайте. Вот такой вот троллейбус. С логотипом мартини. Обратите внимание. Просто я хочу что-нибудь перекусить, вкусно. Ну, и хочется поснимать. Только красивая такая атмосфера, необычная. Какой-нибудь, не знаю, бургер такой куплю. Блотной. А может быть, что-то еще такое интересное. Ну, сладкое мне не интересует, но все равно все интересно. Вам это интересно. Трубки такие вот интересные. Сыры. Ну, ладно, сейчас пойду что-нибудь возьму перекусить и вам покажу. Какая-то цена. Что можно взять и купить. Алкоголь. Вот этот алкоголь. Алкоголь, а тут всякого. Со всего мира. Пиво. Видите, пиво. Чего только, какого не пожелаете. Все крафтовое. Ну, ладно. Пойдем что-нибудь перекушу и засниму вам. Попинский уголок и заказал как-то там какое-то какое-то блюдо. Гаурма. Вот ждем. Дали вот такой вот трекер. Жду. Как получу блюдо, попробую сразу его снимать. Следующее блюдо. Это блюдо стоит 630 рублей. Будем пробовать. Это бакинский уголок. Попробую и скажу свое впечатление о этом блюде. Потом еще чуть-чуть пойду покушаю, попробую. Надо же пришли сюда. Придется еще попробовать. Перекусил я гаурмы. Ну, по-моему, немножко слоновата. Ну, а что это такое? Это получается жареные томаты, болгарский перец. Потом картошка молодая, кусочки говядины. Все это лежит на... Ну, это все поджарено, лежит на... Как это? На репешках. На репешках берешь и кушаешься. Ну, мне показалось слоноватым. А порция нормальная такая, приличная. Вот. На кушице можно. Я старался все вкусы ощутить. Слушай, медленно старался. Но все равно, как бы я не ел, все равно мне такое было ощущение, что... Ну, блюдо слоновато. Ну, а так вкусно. Ну, короче, не рискнули заказать себе что-то такое корейское, вьетнамское такое. Я бы заказал, как штукину, грушу, 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 бакинскую воду. Рекомендую проходить. Приятно. Брекер стоит. То есть, вы ждете. Вот, подходит и берете. Ну, сейчас попробую еще. Я еще есть у меня место на желудке. Пойду еще что-нибудь попробую. И сниму. Спасибо. Спасибо.